Путь к мировой славе часто тернист и сложен. Единицы из всех добиваются всемирной известности, а еще меньше единицы попадают в списки лучших из лучших и держатся там годами. Многие знаменитости с неохотой рассказывают о начале своего пути, хотя нередко можно услышать воспоминания о тяжелой работе предшествующей славе и нищете, которая сопровождала будущую легенду. Однако есть вещи, о которых не рассказывает практически никто, и есть люди, присутствие которых в своей жизни ведущие знаменитости Голливуда тоже часто замалчивают, пытаясь приукрасить свою историю. Безусловно, каждый имеет право говорить только то, что считает нужным. Ну, собственно, мы ведь с вами тоже имеем на это право, не так ли? Привет. Часто упоминается, что Брэд Питт до обретения статуса мировой звезды зарабатывал на жизнь низкооплачиваемым трудом. Он был грузчиком, водителем стриптизерш, промоутером зазывалой в костюме гигантского цыпленка и параллельно посещал актерские курсы. Но мало кто знает, что на самом деле очень большое содействие в карьере Брэда Питта оказал продюсер мыльных опер Том Россина, открытый гей. В 80-х годах он искал себе ассистента, который бы выполнял ряд задач, такие как чистка бассейна, прогулка с собакой, домашнее хозяйство и кое-что еще. Ранее я уже упоминала, что эта тема была нагло украдена у меня Антона Мэс и выдана за свою тему, и также он сделал на эту тему ролик, поэтому вы можете подумать, что это как бы я у него взяла идею, но на самом деле наоборот. В своем ролике он не раскрыл никаких подробностей этой истории, поскольку он просто прочитал все моими словами, ну мне, конечно, очень приятно, но нет. Но мы решили сделать гораздо большую работу и, так сказать, детально проанализировать эту историю, чтобы понять, почему Брэд Питт так это сильно скрывает, почему Брэду Питту совершенно не нравится, когда ему напоминают об этой истории, и действительно ли Брэд Питт имеет некоторые такие гомосексуальные интересы, либо же это была просто, ну, услуга за услугу, как говорится. Тема этого ролика очень горячая, я понимаю, так что прежде чем вы продолжите смотреть, ну как-то сделайте глубокий вдох, выдох, потому что помимо Брэда Питта мы также затронем тему Клинта Иствуда и... Арнольда Шварценеггера. Да, ребята, ничему не удивляйтесь, потому что вы на канале Дарки. Погнали! Итак, этот потный, запыхавшийся юнец с опозданием явился на собеседование. Я нуждался в домработнике, в правой руке, в ассистенте, в том, кто мог бы выгуливать собаку и чистить бассейн. И он вдруг заявил мне, я стану кинозвездой. Он был милый, энергичный и не казался мне ненадежным. Я нанял его. Его имя было Брэд Питт. Он переехал ко мне почти на два года, и у нас была хорошая дружба. Он любил мою собаку Гершель, гулял с ним каждую ночь. Однажды днем я позволил ему устроить для меня представление в гостиной дома в Лос-Фелисе. И он был очень хорош. Я думал, что у этого парня больше таланта, чем казалось. Я хотел ему помочь. Я разработал для него однодневную роль, баскетболиста. Брэд был в восторге, и мы отвезли его в Нью-Йорк. Однажды ночью Брэд приходит ко мне в спальню и спрашивает, есть ли у меня книги почитать. Он хочет чего-то особенного. Я даю ему. Две недели спустя он возвращает ее, говоря, что это произведение его не заинтересовало. Я вспомнил название, когда годы спустя я сидел там и смотрел его в киноверсии. Да, интервью с вампиром. Том Росино сказал, что Брэд Питт жил с ним два года, и также он дал ему первую роль в своей гейской мельной опере «Другой мир». В интервью в 2010 году Том откровенно делился деталями его связи с Брэдом Питтом. Когда я отправился в Нью-Йорк, я сказал коллегам «У меня есть один замечательный парень. Он может играть 18-летних, но ему уже 23. Мы можем дать ему двухгодовую арку в сериале». И я написал историю для него. Мы привезли его в Нью-Йорк, и он снимался один съемочный день в другом мире. Там-то мы и сели с идиотами за один стол. Проктер и Гэмбл, МБС, и они один за другим говорили. «Он не умеет играть. Он не выглядит хорошо». Мэгги Де Прист вообще сказала, что у него плохая кожа. Под конец я обратился к Джону Уайтселлу и сказал «Предоставьте это мне». И он ответил «Я знаю, это твой дружок, но я должен тебе сказать, Том, этот чувак отстой. Он никогда не будет актером. Скажи ему устроиться с сантехником». В тот день я пришел домой и сказал Брэду все это, и он расплакался. Я его обнимал. Я сказал ему «Послушай меня, подонок, сейчас ты должен быть в состоянии пройти прослушивание. До этого у тебя не было карты гильдии киноактеров США. Теперь она у тебя есть. Это мой подарок. Теперь иди и покажи мне, на что ты способен». И он показал. Он им понравился. Он бы мог остаться звездой мыльных опер навсегда. Но вселенная работает по своим загадочным законам. Карта гильдии киноактеров – это буквально пропуск в мир киноиндустрии. Карту можно получить, если у тебя роль с репликами. Или если ты являешься, например, членом дочерних компаний гильдии киноактеров с помощью временных ваучеров, которые актеры получают во время съемок. В этом же интервью Том делился, что Брэд поддерживал его, и с его подачи он написал книгу «Снежный ангел» про загадочного мужчину, который очаровал героиню этого романа. Брэд делился с Томом, что хотел бы сыграть психопата на экране. И он будто бы написал роль для него. Но когда он закончил этот роман, у него не было возможности показать это Брэду. Он тогда уже был суперзвездой, и к нему невозможно было пробиться. Во время их совместной жизни в доме Тома Брэд избегал возможности быть сфотографированным рядом с ним. И сейчас он по большей части избегает разговоров о своем прошлом и о начале своего пути. Интересно, почему, если их отношения были якобы просто полтоническими? Правда в том, что я не вижу никакой причины для продюсера содержать бесплатно молодого мальчика просто так. Может быть, в этом причина того, что скрывает Пит. Я скучаю по нему, потому что он был потрясающим другом и моей семьей. Мне странно, что в каждом интервью, которое он дал, и в каждой глупой биографии, которую я видел, он никогда не упоминает меня или те два года, которые он был со мной. Странно. Если кто-то знает причину, дайте мне знать. Также любопытно. За годы, когда он жил со мной, он ни разу не позволял никому фотографировать нас. Все семейные собрания, вечеринки у бассейна и прочее, частью которых он был. Он всегда убегал в ту минуту, когда кто-то вытаскивал камеру. Мы нашли одну статейку 2015 года из одного журнала, где упоминается, что Брэд Питт предположительно искал мальчиков на сайте Rent Boys. Это американский сайт, где ищут, ну, так сказать, hang it out for one day. Мы прошерстили инфу, но каких-то прям пруфов этой истории нет. Там был какой-то голливудский инсайдер, который упоминал такую историю, что якобы он точно знает, что Брэд Питт снимал какого-то мальчика, который пришел к нему в отель. В итоге Брэд Питт ему заплатил, но не стал там с ним ничего делать, потому что он ему внешне не понравился. Вы спросите, почему Брэд Питт не стал судиться за такой историей? Ну, во-первых, засудить журнал очень сложно, так как очень сложно доказать, что именно эта клевета повлияла на твою репутацию в худшую сторону. Это может также обернуться и против самого Брэда Питта, потому что его обвиняют в гомофобии, и наоборот, люди только будут больше обсуждать эту историю. Поэтому знаменитости часто не судятся за такие какие-то вот вещи, и у многих может сложиться впечатление, что раз они не засудили, значит это 100% правда. Ну, конечно, это и не факт, что правда, поэтому вы должны это понимать. Единственный, кто судится со всеми желтушными изданиями, со всей грязью, со всей этой, это, конечно же, Том Круз и его команда. Ну, об этом я уже вам рассказывала. Забавно, что мать Брэда Питта, Джейн Питт, активно поддерживает анти-ЛГБТ-повестку и осуждает аборты. При этом сам Брэд Питт, наоборот, поддерживает ЛГБТК-комьюнити и часто выступает в поддержку однополых браков. В принципе, в этой истории нет ничего сверхъестественного, особенно для Голливуда. Мы уже знаем таких кучу историй, когда пробиваются через постель или там еще через какие-то услуги. Почему вы скажете, не продвигают, например, мальчиков с женщинами? Ну, потому что женщины не настолько, наверное, заинтересованы в сексуальных связях и как бы им это просто не надо. Ну, лично у меня такое мнение, потому что по большей части мы видим протекцию со стороны мужчин. Были, безусловно, женщины, которые протежировали мужчин и женщин других протежировали, но эти истории не настолько известны. Они редкие по сравнению с тем количеством историй, когда мужчина протежирует женщину или мужчина протежирует другого мужчину. Это было еще и в 50-х, как раз мы сейчас будем говорить про Клинта Истфуда. Карьера Клинта Истфуда, легендарного американского актера, в начале 50-х складывалась не очень-то гладко. По официальной версии, человек, который способствовал продвижению его карьеры, был Чак Хилл, который познакомил его с оператором Ирвингом Глазберг. А тот, в свою очередь, представил его режиссеру Артуру Любину, который был впечатлен внешностью молодого Клинта. Кстати, там было еще впечатляться, потому что, ну, вы сами видите, плюс у него еще и рост был 193 см. Что довольно редко для того времени, тогда мальчики были чуточку пониже. Первый опыт актерской работы Клинт получил именно у Любина. Он снимался во всех его фильмах. И также Любин оплатил курсы актерского мастерства, который посещал Клинт, и подписал контракт на 100 долларов в неделю. Он не только давал шанс молодому актеру появляться в кадре, но и писал знаменитому голливудскому режиссеру Биллу Уайлдеру письмо в 1954 году про талант Клинта, чтобы Билл рассмотрел его кандидатуру на роль в духе Сент-Луиса. Но Клинт не получил роль. Несколько человек в Голливуде, включая жену Клинта Мэгги, скептически относились к намерениям Любина, так как он был геем, и они даже жили вместе. Примечательно, что карьеры этих двух людей переплетены тонкой нитью. Любин снимает фильмы, Клинт в них снимается. Артур переходит на телевидение, Клинт снимается в сериалах. И в конце 50-х и начале 60-х Клинт начинает сотрудничать с Сержио Леоне и обретает успех благодаря спагетти-вестернам. Таких историй, в принципе, полно, и Клинт Истут точно уж не первооткрыватель этого. Вспомните и Джеймса Дина, так сказать, самого известного такого мальчика, который пробился таким образом. И я еще буду рассказывать про Джеймса Дина. Я же вам обещала большой ролик, просто он получился слишком большим, и я решила заполнить сначала канал другими роликами. И я просто не успеваю его сейчас закончить. Но как только я сделаю, так и сделаю. Я не хочу торопиться, потому что это история, которая важна лично для меня. Кстати, Марлон Брандо тоже спал с Та Стелла Адлер со своей учительницей, которая его обучила методу Станиславского. То есть, как бы, практически во всех случаях, хотя бы какая-то доля протекции была. Не всегда это доля протекции за какие-то услуги в обмен. Но очень часто это так. Но! Хотите вы узнать, кто самый неожиданный эскортник из всех, кого-то вы себе только могли вообразить. Большинству из нас Арнольд известен как киноактер и политик. Но он является еще одним из самых популярных и влиятельных бодибилдеров в мире. У него очень много достижений и регалий. Он семикратный победитель Мистер Олимпия. В его честь даже создали отдельную категорию для состязаний в бодибилдинге. Но как Арнольд добился такого уровня узнаваемости и популярности? Арнольд начал свою карьеру в конце 60-х. Он участвовал в конкурсе Мистер Вселенная. В то время его замечали в компании Джона Дикти, британского бизнесмена, известного своим неравнодушием к маскулистым юношам. В те времена ни для кого не было секретом, что мужчины пытались соответствовать вкусам богатых геев для своей выгоды и победы в конкурсах. Еще в число покровителей Арнольда входили Пако Арко Гомес и Джимми Севил. Знакомство с последним Арнольд публично отрицал, хотя это было невозможно, так как Севил был одним из организаторов Мистер Вселенная. Во время поиска информации про Арнольда на поверхности было много сведений про его партнерские бизнес-отношения с Рольфом Пудзигером и Джо Вейдером. Рольф Пудзигер – это немецкий бизнесмен из Мюнхена, издатель спортивного журнала и организатор состязаний по бодибилдингу. Когда в 1968 году Арнольд приехал в Мюнхен, Рольф помог ему с жильем и с работы. Было много слухов о сексуальной связи между ними. Но по официальной версии Арнольд отверг ухаживание Рольфа, однако продолжал работать в его зале и привлекал посетителей туда. В своей книге Арнольд описывает мюнхенские события с Рольфом так. Пудзигер оказался грузным, незерово выглядящим старым мужчиной в строгом мужском костюме. Он был почти лысым, и у него были ужасные зубы. Он дружелюбно встретил меня и показал свой дом. Там была дополнительная маленькая комната, и он сказал, что эта комната предназначена для меня, и скоро доставят кровать, которую он заказал мне. В то же время я был не против спать в гостиной на диване. Меня это не беспокоило. Так я и сказал. Я не думал ни о чем таком, пока одной ночью, когда Пудзигер подошел ко мне, и вместо того, чтобы идти в свою комнату, он лег рядом со мной. «Не будет ли тебе более комфортно в моей спальне?» Он спросил. Я почувствовал его ногу на своем теле. Я встал, будто в меня выстрелили, схватил все свои манатки и побежал к двери. Я был в бешенстве. Куда я себя завел? Всегда были всякие геи среди бодибилдеров. Я знал одного парня, у него был крутой спортивный зал на дому, где мы с друзьями занимались иногда. Он не скрывал своего увлечения мужчинами и показывал нам территорию в парке, где парни и мужчины встречались. Но он был настоящим джентльменом и никогда не навязывал свою ориентацию. Поэтому я думал, что знаю, как выглядят геи. Пудзигер вообще не выглядел как гей, он выглядел как бизнесмен. Примерно в 1968 году Джо Вейдер пригласил Арнольда в США и обещал покрыть все расходы на проезд и жилье. Шварценеггер переехал в США. По версии Венди Лей, Арнольд принял приглашение, так как имел проблемы с законом в Европе. С помощью поддержки Джо, Арнольд начал выступать в состязании Мистер Олимпия, где занимал место победителя не один год. Форма Арнольда реально была выдающейся. Но мог ли он быть на слуху и строить свой личный бренд без поддержки Джо Вейдера и его брата, Бена Вейдера? В 1980 году Арнольд семь раз взял звание Мистера Олимпия, обладая при этом не самой лучшей из возможных форм. При этом трое из семи судей являлись близкими друзьями Арнольда. Если проследить оценки его конкурентов Альберта Бузека, Рега Пака и Митца Кавасимы, то они почти везде ставили Шварценеггеру максимальные баллы. Имя и связи Арнольда 80-х были достаточно влиятельными, чтобы он легко мог добиться своего. Существует также достаточно много слухов, что Арнольд участвовал в съемках гей-порнографических материалов в 70-х годах и также участвовал в оргиях с другими мужчинами и женщинами. Он был гей-иконой, и поклонники стекались на его сторону. «Я видела, как гомосексуалы пытались его соблазнить», сказала Барбара Аутлэнд, его подруга в конце 60-х. Удалось им это или нет, неизвестно. Тем не менее, кажется очевидным, что в начале своей карьеры, когда он был беден и неизвестен, Арнольд действительно получал финансовую выгоду от своих влиятельных поклонников. «Когда бодибилдеру очень не хватает денег, он сделает все, чтобы выжить», говорил чемпион по бодибилдингу Рональд Матц. Некоторые очень богатые геи инвестируют в спортсменов и говорят, «Я дам тебе тысячу долларов только за то, что ты позировал». В Лондоне в 60-е годы одним из самых богатых геев-покровителей бодибилдеров был испанский миллионер по имени Пако Арсе. Бодибилдер Рик Уэйн встретил Арсе в Женеве. Он вытащил стопку фотографий Арнольда, сделанных в его доме в определенных позах. Его фотографии в нижнем белье. Второй источник подтверждает, что Арсе показал ему те же фотографии, а затем сказал, что заплатил Шварценеггеру тысячу долларов за то, чтобы он провел выходные в его доме в Испании и позировал для него. Арнольд сам признавался, что рос в достаточно гомофобной среде. Отец его избивал, потому что считал, что он гей. Более того, его родители даже обсуждали возможность некой гей-конверсионной терапии, излечения от гомосексуальности, потому что Арнольд очень сильно увлекался бодибилдингом, бодибилдерами и увешался стены плакатами с голыми мужиками, и это смущало его консервативно настроенных родителей. Они считали, что он наверняка тоже по мужикам, раз ему все это так нравится. После такой очевидной протекции со стороны гомосексуалов во время своего губернаторского срока Арнольд использовал право вето на биль об однополых браках в штате Калифорния. Человек, который пользовался ресурсами и поддержкой от определенной категории людей в начале своей карьеры, почему-то отвернулся от них, когда сам получил власть. На эту тему можете подискутировать в комментариях, хотя, в принципе, я думаю, вам будет о чем подискутировать. Как и всегда, и это, как говорится, знаете, мне кажется, хожу в комментариях, мне надо приготовиться вот так в ведро с грязью вот так запрыгнуть. Я не жду никакой похвалы, я не жду, что вы будете что-то доброе писать, я не жду, что вы будете сказать интересная информация, спасибо, Дарки. Я знаю, что вы будете писать и как вы будете проявлять эмоционально вашу агрессию. И, в принципе, для меня здесь ничего нового нет, я уже практически 3 года веду канал, и я прекрасно знаю, буквально предугадаю все, что вы напишите, так что пишите, что хотите, как обычно. Практически во всех случаях, прежде чем я делаю ролик на какую-то тему, я эту информацию публикую в своем телеграм-канале, и вас уже почти 13 тысяч, это просто вау. Я безумно рада, что вы меня поддерживаете, и это мотивирует меня и мою команду больше искать какой-то такой информации, потому что, блин, ну, я не хочу как бы строить из себя кого-то, но и то, что я нахожу, и то, что мы находим, действительно, никто больше не находит. Может быть, так случилось из-за того, что я к себе слишком высокие требования ставлю, что я хочу быть самой лучшей, самой интересной. С вами была Дарки, увидимся через неделю. Я очень скучала по вам, пока я не вела канал целый месяц, но я рада, что я быстро вернулась и восстановила, как всегда, ваше внимание привлекла к своей персоне. Всем пока!